Общий вес купола во многом определяется количеством поперечных баллонов, так что более жесткое и совершенное крыло, но имеющее больший вес, нередко хуже работает, особенно в условиях слабого ветра. На сегодня, пожалуй, только спортивные кайты сохранили классические 5 поперечных баллонов. Большинство современных фрирайдных кайтов отлично обходятся всего тремя. Это заметно расширило использование гибридов с точным управлением в легкий ветер. Схемы с меньшим количеством распорок менее распространены. Из тех, что были у нас на тестах, это только учебные кайты небольшого размера, которые правильнее отнести к тренировочным кайтам. Модель Solo от Liquid Force 2016 года – это уже вторая генерация фрирайдной модели всего с одним поперечным баллоном. Solo 6,5 метров в сложном состоянии очень компактен. К сожалению, у меня не оказалось переходника для системы MaxFlow. На этот случай есть и обычный силиконовый клапан. Профиль крыла очень тонкий. Единственная надувная распорка вшита в купол, а передний баллон небольшого диаметра. Поддержка ведущего края без роликов. Есть возможность регулировки скорости разворота. С новым кайтом был прототип планки. Chicken Loop, конечно, будет изменен. Универсальный размер можно настраивать, разворачивая место крепления боковых строп. Наконец-то простой триммер, расположенный над планкой. Все удобно и стабильно работает. Solo потребует привыкнуть к управлению. Легкая конструкция удивительно послушная и отзывчива, так что больше похожа на пилотажку, чем на буксировочный кайт. Приятно удивил огромный ветровой диапазон. До тестов у меня были сомнения. Когда смотришь со стороны на Liquid Force Solo, то при разворотах с отпущенной планкой хорошо различим флаттер – трепетание по заднему краю. Но, как оказалось, это не влияет на общую тягу. Даже с приведенной планкой Solo при старте сохраняет форму и не создает проблем, в том числе и для тяжелого, как автор 97 кг райдера. Но, конечно, купол требует, чтобы его нормально качали. Причем при недостаточном давлении кайт не схлопывается, а продолжает нормально летать и управляться, но снижается способность идти против ветра. Быстрый сброс тяги и стабильность при ослаблении ветра хорошо подходят при использовании с гидрофойлом. Прыжки на легком крыле тоже имеют особенности. Подхват даже при резком развороте кайта несколько запаздывает. Его вполне хватает, чтобы прыгать, но в отличие от более жестких моделей, подъем мягкий и придется привыкнуть, чтобы вовремя толкаться. Купол остается стабильным не только при порывах, но и в положении на руках. Достаточно немного ограничить тягу перед прыжком в анхукет. Подъем с воды, как на обычных плоских кайтах, но в сложных условиях прибоя и ощутимой волны потребует больше времени и сноровки, чтобы крыло расправилось. Liquid Force Solo – отличная фрирайдная модель с очень большим ветровым диапазоном, адаптированная для условий легкого ветра. Но любителям вейфрайдинга этот кайт лучше не ронять.